Ярких пятен в жизни свердловских школьников станет меньше. Детям обещают вернуть форму всем и сразу. В Министерстве образования считают, что 50 оттенков серого в одежде куда лучше настроят подростков на рабочий лад. Чтобы понять, как все это может носиться, Мария Новикова стряхнула пыль с музейных фартуков. А заодно выяснила, что значит для нынешних учеников быть в форме. Привет, поздравники! Огнеборцами шестиклашек прозвали за форму – жилетки алого цвета. Единый дресс-код в их гимназии вновь вели больше 10 лет назад. А теперь по одюшке встречают не только учеников этой школы, но и всех соседних. Я могу увидеть человека на улице, и если даже я его не знаю, и по форме я могу определить, из какой школы, потому что это определение школы. Одеть по форме всех российских школьников предлагает Федеральное министерство образования, чтобы дети за партами думали только об учебе, а не о брендах и стоимости одежды. Кроме того, единый стиль объединяет и дисциплинирует. Да и носить одинаковые пиджаки и юбки не так накладно для родителей. Минимальная стоимость школьной формы, ну вот минимум, да, комплекта 2000, без обуви имеется в виду. Если разбить на 12 месяцев или 10 школьных месяцев, то получается 200 рублей – это чипсы. Мы проедаем гораздо больше, некоторые ребятки, к сожалению. Поэтому это достаточно еще экономично. Для Екатеринбурга введение школьной формы выгодно вдвойне. Ведь у нас работает один из трех комвольных комбинатов, производящих полушерстяную ткань для таких костюмов. А значит, обходиться они будут дешевле. Федеральный центр диктует регионам только то, что дресс-код должен быть. А вот дизайн придумывают на местах. Поскольку форма в основном будет покупаться, или так называемый дресс-код, покупаться родителями, то сегодня мы говорим, что только школьники, родители и учителя, вправив каждой школе, определить, как будут выглядеть наши дети. А вот так выглядели советские школьники. Единая форма появилась в конце 30-х и больше полувека почти не менялась. Она хоть и мрачновата с виду, зато практична и прочна. В те времена ее носили не снимая, даже взрослые. Многие взрослые покупали из-за недостатка обычной одежды и плохого качества именно школьную форму, брюки, например, или куртки носили как рабочий вариант. Назад в будущее российский Минобор хочет вернуться уже в новом учебном году. Сейчас готовится соответствующий законопроект. Кроме повседневной формы, в школах предлагают вести также спортивную и парадную. Впрочем, многие школьники настаивают просто на деловом стиле, чтобы одинаковая одежда не скрывала индивидуальности. Мария Новикова, Иван Мякишев. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова